Иван Иваночка Невской Поэт, критик, один из основоположников русского символизма Настоящая фамилия Ореус Псевдоним Каневской восходит к названию Каневецкого монастыря на Ладожском озере Который Иван когда-то посетил в отроческом возрасте Родился Иван Каневской 19 сентября 1877 года в Петербурге В семье генерал-лейтенанта, писателя и историка Ивана Ореуса Выходца из забрусевших шведов Мать рано умерла, и Иван жил с отцом Своё первое стихотворение он написал в возрасте 5 лет В 1890 году поступил сразу в третий класс 1-й Петербургской гимназии В 1901 году окончил классическое отделение историко-филологического факультета Петербургского университета Свободно владел немецким, французским и английским языками Впервые его стихи были напечатаны в коллективном сборнике четырех авторов Книга раздумий Вместе с Константином Бальмонтом, Валерием Брюсовым и Модестом Дурновым В 1897-98 годах совершил путешествия в Германию, Австрию, Швейцарию и Италию Много переводил зарубежных авторов Пропагандировал новую французскую поэзию в России Значительная часть его переводов выполнена ритмической прозой Пытался возродить на рубеже XX века заветы философской поэзии Евгения Боротынского и Федора Тючева В альмонахе «Северные цветы» публиковал критико-публицистические статьи В частности, стихи Ла Форга, живопись Беклина, об отпевании новой русской поэзии, мистическое чувство в русской лирике и другие Посещал литературные собрания у Федора Сологуба, где познакомился с Валерием Брюсовым, с которым вместе пропагандировал литературное направление символизма В конце 1899 года, на обложке стоит 1900-й, издал свою единственную прижизненную книгу стихов и эссе «Мечты и думы» Его высоко ценил Александр Блок, испытавший на себе его воздействие 8 июля 1901 года Иван Каневской утонул, купаясь в реке Аа на станции Зегевольд, ныне Сигульда, Латвия, в 23-летнем возрасте Валерий Брюсов так отозвался в своем дневнике на его смерть «Пока он был жив, было можно писать, зная, что он прочтет, поймет и оценит Теперь такого нет, теперь в своем творчестве я вполне одинок, я без Ореуса, уже половина меня самого» После смерти поэта в 1904 году под редакцией Валерия Брюсова вышла его книга «Стихи и проза» Дево пустынно изложены, лебедь Дево пустынно изложены, лебедь Дево пустынно изложены, лебедь Озера век не встревожено, дремлешь ты, праздник твой тих Тихо он и ясен, как утренний свет вечно юного дня Столько в нем радости внутренней, чистого столько огня Ласково духи касаются влаг этих млечных струи Небо свежо улыбается, небо свежо улыбается, небо свежо улыбается, небо и в беге ладим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok